Новый потолок, обновленная система вентиляции, отопление. Частично заменен водопровод. Капитальный ремонт 12-й горбольницы стартовал больше полугода назад. На сегодняшний день реанимационное отделение готово на 90%. В данный момент мы заканчиваем делочные работы. Это облицовка стен панелями декоративными, монтаж потолка, монтаж технического оборудования, светильники, выключатели, розетки. Реанимационное отделение будет принимать тяжелых пациентов с ковид-инфекцией. Уже через две недели получить экстренную помощь здесь смогут не 6 заболевших, а 18. Но если эпид-обстановка еще сильнее ухудшится, то реанимационное отделение сможет принять 24 пациента. Мощности отделения позволяют, отмечает главный врач больницы. А вот кадровый вопрос по-прежнему стоит остро. Не хватает 14 реаниматологов. Я понимаю, что сейчас нацелуги-реаниматологи одни из самых востребованных профессий. В этом году уже приходят 4 нацелуги-реаниматолога в 11-ю городскую больницу. В следующем году приходят 2 нацелуги-реаниматолога к нам, ординаторы уже готовые будут, и 1 в 11-ю городскую больницу. И в этом году заключается уже на 11 ординаторов. Два года будут нам готовить АГМО их. То есть, в принципе, кадровый вопрос уже по нацелуги-реаниматологов будет решен в ближайший год. К слову, на капремонт реанимационного отделения из бюджета края было направлено около 50 миллионов рублей. Кстати, уже через 2-3 года количество реанимационных коек здесь увеличится до 30. И в мирное время будет принимать не только тяжелых ковид-пациентов. Валентина Скирова, Дмитрий Денисов. День с толком.